Всем доброе утро! Сегодня еще один классный день. Сегодня еще больше солнца. Сегодня, по-моему, будет очень жарко. Нам обещали, что сегодня будет 28. Вроде как. Ну, посмотрим. Так, у меня ребенок не встает. Ребенок, вставай! Че это у-у-у? Че это у-у-у? Время уже как бы почти обеденное. Шутка. Э-э-э-э-э-э, кукушечки! Подъем мышкой, я сейчас завтрак буду готовить. А тебе еще умываться. Сегодня я гуляю одна. Мои остались дома. А у Димки там работаю, у него звонки, у него все. Кто-то считает, что мы в отпуске, мы не в отпуске. Димка работает. У Маши там олимпиада, поэтому дистанционная. Ей тоже надо немножечко поработать. Ну правильно, у взрослых работа, у детей как бы тоже работа, учеба. Так что я сегодня гуляю одна, и сегодня хочу отправиться в санаторий Орджоникидзе. Хочу дойти до него пешком, у меня впереди примерно около часа пути. В этот раз решила не тупить так сильно и одеть все-таки кроссовки удобные, летние. У нас, хотя сегодня и жара, но лучше уж так. А то у меня мозоль на подошве, которую я натерла себе сандалиями до сих пор, так и не прошла. А ходить мне сегодня нужно будет очень и очень много. Кстати, после прогулки заодно посмотрим, сколько я нашагаю сегодня шагов и километров. Дорога от дома вниз полна школьников и пробок. У нас по дороге здесь располагается школа, которая, по всей видимости, работает две смены, потому что школьники в двух направлениях идут. Кто-то выходит из школы, а кто-то, наоборот, в школу идет. Какая же красота! Деревья прям смыкаются над головой. Вот это грибочки. Что это? Сочинские гипертрофированные опята? На чагу, кстати, тоже не похоже. Интересно. Решила я пойти нелегкими путями. Впереди меня ждет тропа здоровья, как там тропа Теренкура. Да, весело, конечно. Ну ладно, что, придется идти. Я это сделала, поздравьте меня. Запыхалась, конечно, очень сильно, но преодолела все эти ступеньки. Так, что у нас дальше? Дальше идем, собственно... Ой, фу, в сторону дороги. Организм отвык столько ходить. Просто отвык. Ох, обалдеть. Так, и докуда я дошла? А, я вышла в Swiss Hotel, Сочи Камелия. Фу, мне еще топать и топать. Где-то, наверное, минут 20 точно. А, я вышла в, наверное, минут 20. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только зашла уже красиво Мне уже красиво Мы пришли Еле поднялась Тут такая горение идет вниз Фух Так И видимо можно было сюда ехать на машине Но зато на машине не позанимаешься Так, просьба мусор не оставлять Ну пошли посмотрим Тут такие тропинки уединенные Молодожены приезжают фотографироваться Брачующиеся точнее Все заросло Вот что может сделать южный климат А там кто-то бегает по кустам А, белочки! Белки! И тут их море Ничего себе Слушайте, их слышно, но почти не видно Нет, вон вижу одну А, еще и птицы Обалдеть! Ладно, пошли дальше Такие тропинки вообще Все заросло Южный климат, конечно, может Сколько всего натворить, навертеть Заблудиться недолго О! Так, вниз сходить успеем Снизу подниматься очень тяжело потом Так что пойдем вверх И ведь когда-то все это работало Здания со мной закрыты Я сегодня, перед тем, как ехать сюда Немножечко посмотрела Про него там информацию И санаторий был построен в 1937 году Это еще до военное время Для Для горняков Для советских горняков Очень красиво Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok А вот это, судя по всему, балконы номеров. Первый этаж оградили, а второй и третий нет. Что логично, в общем-то, да. Я обожаю такие места. Здесь атмосферность очень яркая, потому что пока ходишь, смотришь, если какие-то даже брошенные вещи, конечно, вызывает тоску все, но все равно сразу вспоминается, что когда-то ведь тут люди отдыхали. Когда-то все было чисто, убрано, стояло все так, как нужно, правильно. Счастливый корпус, я так смотрю, сохранился лучше всего. В приемном корпусе, я смотрю, даже стеклопакеты стоят. Ладно, пошли посмотрим дальше. Нет, тут очень красиво. Кто ни разу не посещал, обязательно советую. Очень красиво. Очень красиво. Здесь очень много белок. Я реально опасаюсь, что мне сейчас кто-нибудь случайно на макушку прыгнет. Ой, какой здесь запах сосен. Прям вот лес такой сосновый. Свежий-свежий. Правда, дорогу очень слышно. Вот это вот портит немножко. Идем вниз туристов в море. Сейчас будем смотреть на фонтан. По-моему, он или с левой, или с правой стороны. О, с правой стороны. Вон он фонтан. И вид на главное здание. Знаменитый фонтан. Тут снимали стариках от Абыча, когда приземлились прямо в этот фонтан. Знаменитый фонтан. Как красиво. Как же красиво. Бьюны. Все обвили здесь. Очень красиво. Вот, что еще нужно для человека. Не нужны ни клубы, ни рестораны. Ничего не надо. Вот только возможность вот так вот гулять и при этом не промерзать до костей. Крайней мере, это вот мое такое желание прям. Все, мне больше ничего не нужно. Мне нужна природа. Тепло. Все. Ой, какой здесь обалденный запах. Где-то что-то цветет, а я не вижу где. И не понимаю где. Что цветет, интересно, сейчас? Запах как лилии. Как будто бы лилейники цветут, причем в таком огромном количестве. Интересно, откуда запах? Кто знает, колитесь, откуда запах лилии. Очень вкусно пахнет. Очень. Так, мне нужно будет как-то потом попасть обратно. Нет, слушайте, запах был только там. Может быть вниз просто спуститься, посмотреть. Может быть там внизу что-то цветет. Туда тропинка идет вниз. Опять запах появился, лилейный. Дурманищий аромат прямо, честное слово. Ой, медовый такой. Что цветет. Что-то я боюсь дальше идти. Не пойду. И запах пропал. Где-то он наверху. Может вот это дерево цветет? Нет, вроде цветов я не вижу. Ароматизаторы висят. Ну ладно. Может быть потом узнаем. О, там похоже можно выйти, наверное, да? У меня очень сильный порог на холод. То есть я замерзаю даже при сравнительно невысокой температуре. Не низкой, точнее, температуре. Вот. И поэтому мне, конечно, тепло очень требуется. А еще здесь просто спасибо мне говорит каждый раз, кожа моя. Ей хорошо. У меня практически прошла сухость вся. У меня с холодами появляется сухость. И ничего с этим не сделаешь. Никакие кремы, никакая вода, ничего не помогает. Так что здесь прям мне кайф. Сказала, что боюсь сюда спускаться. И в итоге вышла через эту же самую дорогу. Кто молодец? Я молодец. А, и вот эти ворота я видела, когда входила. Они закрыты. Калитка закрыта. Так. Ну, выйти можно там. Сейчас мы туда сходим. Если я не найду выхода тут. А тут я, наверное, выхода-то и не найду, да? Похоже, здесь очаровательный тупичок. Да, определенно. Может, вдоль забо... Нет. 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 Ладно. Выйдем тогда там. Сбоку. Ребята, я в восторге. Иду сейчас в сторону выхода. И хотела сказать, что, во-первых, кто хотел или кто планировал, обязательно сходите. Кому понравился дендрарий, тоже обязательно сходите. О, опять белки. И если вдруг день жаркий, купаться неохота, то можно сходить сюда. Здесь совсем не жарко. Здесь прохладно. Здесь такой, знаете, оазис тенистый. Так что просто вообще шикарно. Субтитры создавал DimaTorzok